Девушки отдыхают Если что-то в мире происходит всего лишь однажды, то это обычно считают исторической случайностью. Дважды или трижды – это уже историческая закономерность. А если большее число раз, то это и есть великая история. Астана в пятый раз принимает участников, гостей, съездов мировых традиционных религий. Мы, собравшиеся под сводами единственного в мире Дворца мира и Согласия, если помните, который был построен по решению Первого съезда, в 2003 году мы собрались, мы построили специальное здание для этого. С вами созидаем великую историю толерантности, глобального диалога культур и религий. Мы пишем ее страницей за страницей, даже в эту сложную эпоху. И всех нас, политиков и служителей конфессии, объединяет одно общее чувство ответственности за судьбы людей, народов, мир и спокойствие на нашей общей уникальной планете, созданной великим Творцом. Впервые в работе съезда принимает участие генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Пан Геймон. Я сердечно приветствую вас, господин генеральный секретарь. Ваше присутствие подчеркивает важность, которую придает все мировое сообщество диалога духовных лидеров здесь, в Астане. Я приветствую всех, кто принял мое приглашение и сегодня присутствует в этом зале. Благодаря благородной идее съезда лидеров мировых традиционных религий находят широкую поддержку в мировом сообществе, как в религиозных, так и политических кругах. Они дают миру шанс преодолеть сложившиеся веками стереотипы в межрелигиозных отношениях и выработать действенную формулу глобальной толерантности взаимодействия в 21 веке. Я убежден, что работа Пятого съезда лидеров мировых традиционных религий поможет сделать к этой цели важный шаг. Хочу пожелать всем участникам гостям благотворной работы полезного диалога и позитивных решений. Уважаемые духовные лидеры, гости съезда! Центральный вопрос Пятого съезда связан с осознанием важной роли и ответственности религиозных, политических лидеров за безопасность и гармоничное развитие современного мира. В 21 веке продолжает оставаться в своем большинстве глубоко мир религиозным. Согласно данным института ГАЛОП, представленным в одном из последних отчетов глобального барометра надежды, отчаяния, больше половины жителей, около 60% считают себя религиозными людьми. Каждый пятый отмечает свою нерелигиозность. Феномен устойчивости и сохранения влиятельности религиозных учений в эпоху технологических революций очень точно объяснил итальянский писатель 20 века Чезаре Павезе. Религия, писал он, это убеждение, что все происходящее с нами необычайно важно. Именно поэтому она будет существовать всегда. Но означает ли это, что спутниками человеческого развития неизменно будут религиозные противоречия, неприязни, конфликты, межконфессиональные войны? Я не являюсь сторонником утвердительного ответа на такой вопрос. Во-первых, как обучал Махатма Ганди, у Бога нет религии, наши церковные перегородки до неба не доходят, утверждал в 19 веке прославленный философ-метрополит Платон Городецкий. Тысячелетние истории и теологические дискуссии оставались лишь словесными спорами, пока политики не делали из них войн и конфликтов. Во-вторых, все религии мира призывают к сдержанности, терпению, ненасилию и согласию. В священном Коране есть слова «Кто убил одного человека, то это равносильно убийству всего человечества». «Пекитесь о добрым перед всеми людьми, будьте в мире со всеми людьми», пишется в Коране. Такой же призыв содержит христианский Новый Завет. К ответственности за лесуские поступки зовут слова из древнеиндийских Упан-Ишад, «Когда срывают травинку, вздрагивает Вселенная». Настоящая вера только та, которая побуждает человека к любви, состраданию и добру. Это истина, не приходящая и вечная. В-третьих, современная история знает примеры толерантных в религиозном отношении общества. Например, мы в Казахстане создали успешную модель сосуществования 18 конфессий, живущих в мире и согласии взаимопонимания друг с другом. Вы можете в нашей столице посетить любые храмы, присутствующих здесь в религиозных конфессиях, и увидите, как спокойно люди приходят и уходят, и каждый молится единому Богу. Наше законодательство о религиозных объединениях основано на принципе равенства, свободы, совести. За почти четверть века нашей независимости Казахстан пережил эпоху возрождения духовности. Вы же знаете, что в советскую эпоху и в Казахстане тоже полностью был утвержден атеизм. Но наш народ не потерял веру в Бога. Сейчас в стране действует 3312 мечетей, храмов, молитвенных домов, синагог и других культовых сооружений. У нас издаются 47 средств массовой информации религиозного направления. В стране работает почти 500 иностранных миссионеров. Главные даты исламского, христианского и других календарей религии – общие праздники для всех казахстанцев. Пасла всех религий, действующих в нашей стране, члены одной большой казахстанской семьи. Мы все вместе созидаем новую страну, где нет места раздору и расправу. Мы все объединены единой целью построить процветающее государство, которое к середине 21 века будет стоять в одном ряду с 30 самыми развитыми нациями мира. Наш народ над этим работает. Мы поставили задачу добиться, чтобы все казахстанцы стали нацией единого будущего. Ее главной основой выступают гражданское равенство и толерантность, открытость, правопорядок, единство помыслов и практических дел по созданию достойных условий движения для каждого человека. Ее вековой смысл состоит в том, чтобы с поколения в поколение, из эпохи в эпоху, передавать ценности мира и согласия следующим поколениям. В этом году мы отвечаем 20-летие уникальной организации в нашей стране – юбилеи Ассамблеи народу Казахстана. Ассамблея объединяет более 100 этносов нашей страны разных религий. Это трибуна для того, чтобы каждый высказал свое мнение, и государство, правительство слышит это мнение, где выносятся задачи, касающиеся каждого национального меньшинства. Ассамблея избирает из своих рядов депутатов нашего парламента, имеет множество культурных объединений, где каждая этнос может сохранять свою культуру, язык. Средства массовой информации работают на многих языках, театры работают на шести языках, на восемнадцати языках учим детей. Ассамблея стала базовой ценностью, прочным механизмом согласия и толерантности всех граждан различной этнической и религиозной принадлежности. Мы таким образом показываем всему миру, что фатальной неизбежности конфликтов религии и культуры нет, даже в пределах одного общества. Поэтому их можно избежать на любом уровне международной политики. Мы продемонстрировали, что толерантные отношения внутри общества – вопрос осознанной ответственности государства, религиозных объединений и рядовых граждан. Проведение в Астане съездов лидеров мировых традиционных религий мы рассматриваем сквозь призму глобального признания успешности нашего опыта, о котором мы говорим. Уважаемые участники съезда, Отличительной особенностью нашего форума является обсуждение вопросов взаимоотношений религии и культуры с точки зрения интересов мира и стабильности на планете. Актуальность такой дискуссии усиливается тревожным ходом развития глобальной ситуации. Сегодня мир буквально повис в состоянии опасной неопределенности. Во-первых, произошло резкое ослабление режима глобальной безопасности, и этот процесс, похоже, еще не достиг своего дна. Не работает система сдержек и противовесов в мировом масштабе, в том числе с участием Организации Объединенных Наций и других международных структур безопасности. Поддержка всех членов ООН – это и организация. Ее решение сегодня как никогда важно. Приходится сожалеть, что атмосфера доверия даже между ведущими государствами, которые складывались в течение последних десятилетий после Второй мировой войны, утрачивается. Взаимный санкционный прессинг осложняет ситуацию и без этого непростой мировой экономики. Он отдалил перспективы быстрого проведения последствий недавно пережитого глобального экономического кризиса. Недоверие негативно отражается не только на экономических, но и на гуманитарных отношениях между странами и народами. Сокращается взаимный туризм, культурный обмен, ведутся информационные атаки друг на друга. Это все вследствие нестабильности, недоверия, локальных войн и столкновений. Во-вторых, в мире резко выросло число военных и внутренних конфликтов. Война на востоке Украины существенно снижает уровень европейской глобальной безопасности. Весь ареал от Западной Африки до Афганистана охвачен вооруженными противостояниями. В-третьих, угроза международного терроризма приняла форму в действии так называемого исламского государства. Используя глобальную вербовочную сеть, в его ряды привлекаются молодые люди разных стран мира. Прикрываясь псевдорелигиозными призывами, боевики проводят шокирующие акты массовых казней, представителей других религий, журналистов и волонтеров. Я считаю, что мы с вами должны объединиться и высказать общее мнение против такого подхода и прикрытия таких злодеяний религии. Ими намеренно разрушаются многовековые культурные наследия в Ираке, в Сирии. Все это нельзя назвать иначе, как антигуманные, античеловеческие акты. Четвертый. В современном мире не стало меньше голодных, обездоленных людей. Сегодня, по данным Организации Объединенных Наций, во всем мире за порогом бедности живут 700 миллионов детей и подростков. 150 миллионов – это брошенные дети. 100 миллионов детей не имеют возможности получать образование из-за отсутствия школ. 10 миллионов страдают от недостатка лекарств и медикаментов. Вот она, изначальная среда социальной неустроенности, а затем уже преступности, социальной ненависти, терроризма и экстремизма, среда, из которого экстремисты черпают в своей ряды новых членов. Пятое. Нельзя не видеть глобальной проблемы нивелирования духовно-нравственных ценностей. Через средства массовой информации, социальные интернет-сети, тиражируется сквернословие, глумление над духовными началами людей, преступная аморальность, вседозволенность, пошлые образцы так называемой массовой культуры. Потоки такой псевдокультуры особенно больно ронят неокрепшие души нашей молодежи, подрывают семейные традиции, разрушают взаимосвязь поколений. Все это критические вызовы современности, безопасности, духовным устоям, ценностям цивилизации, в которых мы всегда жили. Я убежден, что на дискуссионных площадках нашего съезда будут подробно обсуждены пути решения этих многих других проблем и будем искать общие рекомендации для того, чтобы использовать в будущем. Сегодня важно наладить широкий диалог по выработке новой парадигмы безоважности и развития. В ее основе должны быть принципы равноправия, взаимного уважения, признание интересов друг друга, сотрудничества, толерантности и взаимопонимания. В 21 веке альтернативы диалогу во всех сферах и политически, экономически, культурно, духовно не существует. Сегодня человечество располагает большими материальными, научно-техническими, интеллектуальными возможностями. Никакого прогресса не будет, если люди не начнут жить в мире в духовном согласии друг с другом. А что будет, мы видим наяву в разных точках мира. Человечество устроено так, что этнические, языковые, религиозные, культурные различия в обозримой перспективе будут всегда. Значит, нам надо согласиться с этой парадигмой и надо искать пути толерантности, терпения и уважения друг к другу. Видеть человека таким, как он есть, не стараться переделать религии, людей на свой лад и политику. Но они должны быть не разъединяющими межами, а объединяющим началом. Я солидарен со словами Папы Римского Франциска, когда он говорил, что то, что нас объединяет, уже намного превосходит то, что разъединяет. Убежден, что межэтнические, межрелигиозные конфликты порождают неверная политика. Она губит страны, людей и общество. Мы и сегодня это видим в разных частях света. Но более долговечным всегда было и останется взаимное притяжение народов, взаимное познание языков, культур, духовного мира, развитие торговли, добрососедства. И эта тенденция сотрудничества народов особенно усиливается в 21 веке под воздействием глобализации. Духовные, политические лидеры могут, сообща, сделать мир, человечество более нравственным, более толерантным. Пятому Съезду Мировых Традиционных Религий предстоит принять итоговую декларацию. Предлагаю включить в нее ряд важных призывов, отражающих боль и надежды миллиардов людей по всей нашей планете. Первое. Прекратить все военные конфликты, объявить перемирие. Всем противоборствующим сторонам надо сесть за стол переговоров, выработать соглашение о прекращении насилия, защите мирных граждан, мирном решении всех противоречий. Казахстан все для этого делает, для того, чтобы примирить конфликтующие стороны в разных частях света. Второе. В любой стране и межгосударственных отношениях должны быть решительно отвергнуты силовые методы решения любых политических противоречий. Третье. Важно призвать политических лидеров всех ведущих держав остановить разрастание пропусти недоверия в современном мире. Надо прекратить взаимные санкции, от которых больнее всего страдают третий мир и простые люди. Важно предостеречь мир от опасности возобновления в 21 веке стереотипов времен Холодной войны, особенно блокового мышления. Сегодня необходимо использовать все возможные механизмы организации объединенных наций, других международных структур, безопасность для урегулирования, противоречия, прекращения войн и конфликтов. Четвертое. Необходимо воззвать к разуму всех людей и остановить практику использованных средств массовой информации, включая интернет, для разжигания межконфессиональной розни между людьми. В этом плане надо повысить моральную ответственность владельцев и издателей средств массовой информации, всех, кто называет себя четвертой властью. Пятое. Государствам и обществам жизненно необходимо объединить усилия на решение проблем нищеты, голода, эпидемии, безработицы, борьбу с последствиями природных стихи, техногенных катастроф. Все это должно стать частью новой архитектуры безопасности гармоничного мира. Ваше Преосвященство, Ваше Преосвященство, дамы и господа, события современной эпохи делают наши съезды лидеров мировых традиционных религий важнейшим элементом глобальной духовной дипломатии. Призываю глав всех делегаций довести до представителей всех прихожан ваших религий призыв к приумножению межконфессионального диалога. Об этом и говорится принимаемая сегодня декларация. Я обращаюсь ко всем присутствующим политикам, общественным деятелям использовать свои влияния и возможности для прекращения войн и конфликтов, восстановления доверия в глобальной политике. Убежден, что работа съезда обогатит практику диалога, культур и религий. Желаю всем плодотворной работы и успехов. Благодарю вас за внимание.